Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре воблер от производителя Цуёки, называется он Аскет. Это новинка 2023 года, идёт в таких обновлённых коробочках, где выделено ярко-зелёным цветом название и тетах от данного воблерка вставляется в пластиковой коробочке, где воблерок лежит в своём индивидуальном пространстве. Упаковка сверхнадёжная, воблерок в ней к вам придёт в своём изначальном состоянии и ничего внутри не повреждается. И также дополнительно помещён в лохлановый пакетик для защиты уже самой коробки от различных царапин на её поверхности. На лицевой стороне, как я уже сказал, мы видим характеристики 43 мм. Длина данного воблера, он плавающий, заглубление указанное от 40 до 80 см. С торца воблера много информации на китайском языке и сзади можно рассмотреть внутреннюю огрузку данной приманки. Шумовые камеры, система балансировки, система дальнего заброса в данном воблере отсутствует. Также есть рекомендуемые снасти по данной приманке, спиннинг до 12 грамм, шнур 0,4 и катушка 1000 либо 2. И производится данная приманка. Китай в данном случае взял в расцветке SD-004. Новая расцветка у Цуэки и сделана она под жучка. Имеется прорисовка такая крыльев и в принципе может быть в более таком кренковом варианте. Данная расцветка смотрелась бы более выигрышно, наверное. Стоило брать именно данную модельку в какой-нибудь имитации под малёчкой. Но всё равно сама расцветка очень-очень интересная. Воблер матовый, как я уже сказал, имитация крыльев идёт в серебряно-жёлтом цвете. Тело идёт в серебряно-чёрном и яркое, привлекающее к себе внимание. Пузо это оранжевое с жёлтым цветом здесь использованы. И если рыба смотрит на приманку сверху вниз, я думаю, что ей легко будет на фоне голубого неба, либо же серого прицелиться, как в принципе вы сейчас видите на моём фоне. Расцветка, я думаю, вполне себе неплохая. Также в ней имеется точка атаки. На сайте есть выбор из более чем 20 цветов. Цвета разнообразные. Цуёки славятся своими интересными расцветками. Много натуральных, много цветов, где использованы красные и чёрные тона. Ну и также присутствуют кислотники. Можно подобрать и цвета для ловли арины форели, и также подобрать цвета для ловли головля, жереха, окуня. В принципе, выбрать действительно есть из чего. Есть на данном воблерке боковая линия, которая делит её на две части. Сверху идёт имитация чешуи. Снизу поперечные линии детализированной у приманки. Голова, жаберные крышки, ноздри, рот и вклеенный 3D. Где матовый такой красный глаз, ну красная у него радужка и чёрный зрачок. Имеет он абсолютно такую небольшую лопаточку, но в принципе на равномерке имеет довольно-таки выразительную игру. И целесообразно его использовать как раз-таки на равномерной проводке с небольшими паузами, где приманка будет подсплывать. Но если вы оснастите её поводком в районе 10-15 см металлическом, я думаю, что воблерок будет зависать в толще воды, что тоже очень-очень неплохо. Особенно при ловле щуки-окуни. А щука будет реагировать на данный воблерок, не сомневайтесь. Так как именно щука очень любит совсем небольшие такие приманки. И даже большие экземпляры вполне способны съесть такую небольшую рыбёшку. Крепёжная петелька находится на носовой части данного воблера. Она крупная и дополнительно оснащена заводным колечком. В принципе, желательно, наверное, её снять. Так как если вы будете использовать металлический поводок, есть возможность, что она может пройти через витки. А крепёжная петелька, как вы можете видеть, здесь довольно-таки большая. И такие же заводные колечки держат два маленьких тройника. Но если сопоставить их с размером воблера, тройники здесь вполне такие существенные, крупные. И вполне помогут вам в зацепляении и удержании рыбы на данных крючках. Сверхкачественная заточка, имеются бородки, большой поддев. Я думаю, не оставит рыбе шансы. Крепёжные петельки на данном воблерке хорошо пролиты. Из информации на воблерке имеет сверху логотип фирмы-производителя. И также снизу название. Степень погружения. SR. Shallow Runner. И размер 43 мм. Плавающий. Не указан только вес. Когда же уже все начнут на воблерах указывать разрисовку. Ведь так необходимо подобрать спиннинг по данную приманку, чтобы его не перегружать. Ну и каждый воблер не запомнишь сколько весит. Очень классная новиночка. Вообще Цуёки в последнее время радуют большим ассортиментом новых приманок. И один из них это Аскет от Цуёки. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.